Сегодня, друзья, мы найдем невероятно имбовый посох! Плюс секрет, и это на ранних уровнях. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт! Добро пожаловать! Друзья, подписывайтесь в мою группу ВК. Там много, много Скайрима! Разные статьи за Скайрим и Скайрим. Да, ссылочка внизу. Ну что, друзья, этот квест, этот крутой квест активируется тогда, когда вам стукнет 14. Да, только на 14 уровне, правда у меня уже 15-й. Но помните, на 14 уровне, просто-напросто, где бы он вам не стукнул, бежите на фоне мой сынок Ванюша. Бежите в ближайший город, где есть пивнушка, да, и тут... Вот этот парень, Сэм Гевен! Соревнование, кто кого перепьет, у тебя нет шансов. Ха, это мы еще поглядим. У меня тут особая настойка. Очень крепкая пойла. Ну, сдрогнули! Ну, давай! Ну, я лично, у вас это уже одна! Давай! Вот так вот. Работа мне не втянет. Посох твой. Вот и все. Сдое творовье. Слушай, с тобой пить одно удовольствие. Я знаю, тут неподалеку одно милое местечко, там вино течет рекой. Надо пойти туда. Пойдем. Эй, что-то ты неважно выглядишь. Просыпайся. Да-да, пора вставать. Пьяное богохульное чудовище. Они классно смотрятся. Сникс. Где я? Ну, разумеется, ты не помнишь, где ты. Ты, небось, даже не помнишь, как тебе удалось тут очутиться. Не говоря уже о несвязанных криках про свадьбу и козу. У него будет мелкое задание. Нужно будет тут прибраться. И потом... Ну, пусть так. Все-таки Дибелла учит нас всепрощение. Даже пьяниц вроде тебя нужно прощать. Даже меня? Может, ты что-то забыла? Ах! Да в твоем пьяном бормотании попробуй разбери хоть слово. Что-то там было про Рорикстед. Может, тебе туда надо? Нам в Рорикстед, друзья. Ну что, друзья, прилетели в Рорикстед. Видимо, мы тут очень круто погуляли. Эй, ты! Это ж сколько наглости надо иметь, чтобы снова заявиться в этот город. Ну и что? Какое твое оправдание? Ээээ... Прошу прощения. Извинения не принимаются. Моя Гледа теперь неизвестно где. Одинокая, напуганная. Как тебе совести-то хватило похитить ее да продать великану? Гледа, друзья, это коза. И, между прочим, есть. Есть коза, которая гуляет вместе с великаном. Ха-ха, вот откуда она. Звучит ужасно. А то. Никогда мне больше не видать такой козы-чемпионки, как Гледа. И не думай даже возвращаться в Рорикстед, пока не заберешь ее у великана. Ммм, нужно как бы забрать или заплатить денежку. Ладно, но я буду скучать по Гледе. Что я от тебя слышал, в основном был пьяный бред. Но вот есть еще записка. Я разобрал только слова, когда расплачусь с Эзольдой в Айтране. До встречи. Вайтран, друзья, мне нужно Вайтран. И погуглите, пожалуйста, по поводу этой козы. Может, она действительно когда-то существовала. Это какая-то ссылка, какая-то пасхалка. Погуглите, друзья, напишите. Отправляемся в Вайтран и находим Эзольду. Между прочим, Эзольда попала в топ-10 жен. Лучших жен Скайрима. Она на пятом месте. Ссылочка на это видео внизу. Зацените. Привет. Что делает алкоголь. Ну что ж, можно угроза, можно заплатить. А, угроза. Угроза сработала. Церемония вроде должна была проходить в Морвун Скаре. А твоим свидетелем должен был быть твой друг Сэм. Туда отправляемся. И финальная. Финальная локация Морвун Скар, друзья. Здесь очень много магов. Так что, возьмите лучше всего Камень Атранаха. Я, честно говоря, его не взял. И, наверное, пожалея об этом, возьму себе призванного Ассасина. Помощники. Ну что ж, пойдем. Я мастер двух клинков. Но не знаю, как это мне поможет против магов. Так. А ну-ка, идите сюда. Идите, идите. Так, не видят. Самое главное сейчас уничтожить главаря. Самого главного. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам очень сильно помогут. Повезло, черт. Очень сильно, потому что он так там разваливал. Порядок. Порядок. И теперь отправляемся в эту сферу. Между прочим, эта сфера здесь появляется только тогда, когда вы проходите этот квест, друзья. Туманная роща. Ну, пойдем. И появляемся в вот таком волшебном. Каком-то невероятном мире. Кстати, друзья, я всегда думал, а где это мы находимся? Давайте-ка сейчас это и посмотрим. Мы вводим код на свободную камеру и отдаляем, друзья. И что же мы видим? Пока этот маленький островок и какая-то странная сфера, которая превращается, друзья. Превращается в что-то круглое. И обратите внимание наверх. Видите кратеры? Друзья. И вот снизу. По-моему, это та самая планета, на которую мы смотрим каждую ночь, когда гуляем. Одна из двух планет. Ну, это лично мое предположение, потому что очень-очень-очень сильно похоже. Оказывается, это его мир. Ну что, друзья, пойдемте дальше. Волшебное. Волшебное. Загадочное место. Вот, кстати, видите этот кратер, который здесь видно? Хотя я могу ошибаться. Может, это и не звезда. Как вы думаете? Напишите ваше мнение. Ну что ж. Бежим, бежим, бежим. Ииии. Вы посмотрите. Мне нужно было что-то такое, чтобы дать тебе стимул напиться и повеселиться от души. Сангвин, друзья. Это планета Сангвина. Да? Кто ты? Я Сангвин. Паэдрический князь Разгула. Знаю, знаю, как я мог тебе наврать, но я ведь не мог тебе доверять, пока мы вместе не выпили. Но вскоре до меня дошло, что из тебя выйдет более интересный носитель моего не очень святого посоха, чем этот бездарный кусок мяса. Спасибо, ага. Да на здоровье. Но тебе, я думаю, пора идти. Нечего тебя тут держать вместе с посохом. Собрали все, что могли. Мы как раз подложили дров. Присаживайся и согрейся. И как будто ничего не было. Как будто этот сон. Просто сон. Но, друзья, если мы зайдем в инвентарь, то мы найдем Розу Сангвина. Невероятный диэдрический артефакт на 14 уровне, друзья. Это что-то невероятное. И сейчас я вам покажу. Роза Сангвина. Это диэдрический артефакт, который позволяет нам призывать Дримору на 120 секунд. Ну, понимаете, в чем дело. На 14 уровне вы получаете эту плюшечку. Да, Дримора Кинрив. Он еще, в зависимости, вы будете качаться. И Дримора будет мощнее, мощнее и мощнее. Смотрите, друзья. Если вы немножечко его побьете, он на вас сагрится. И вы можете очень, очень круто, друзья, прокачивать. Например, броню. Да, друзья, броню. Качайте восстановление. Он вас бьет. И, между прочим, очень нехило бьет. И вы качаете броню. Так вы можете качать легкую броню. Так вы можете прокачивать тяжелую броню. Но будьте осторожны. Потому что Дримора наносит очень, очень мощные удары. И таким образом вы просто качаетесь, 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 качаетесь. Надоел вам? Качайте двуручное или одноручное оружие. Все, все и так можно бесконечно. И еще. Если вы, если вы прокачаете колдовство на соточку, то смотрите. Обязательно призыватель. Атромантия. Сила стихий. И парные души. Вы сможете сразу два. Два Дримора призывать. Ребят, сразу два. Больше жизней. И еще дольше остается. И обратите внимание. Таймисперк. На дальность. И это просто невероятно. Например, если вы играете не обязательно магом. Если вы играете вором. Ну, конечно, для вора нужно еще колдовство прокачать. То вы сможете. Смотрите. На каком расстоянии. На каком расстоянии. Просто призываете. И наблюдаете. Как эти Дриморы. Просто всех там разваливают. А вы рядышком ходите. И качаете себе скрытность. Друзья. Это что-то. Это что-то. Там просто началась драка. А вы не паритесь. Ага. Ну, вас заметили. Просто я в тяжелой броне. Если вы будете, например, в легкой броне. Это вообще не проблема. Да, друзья. Парочка Дримор. Которые просто-напросто. Всех разваливают. А вы смотрите. Вы смотрите. Ну, смотрите. Все-таки там есть такие, которые и разваливают. Наших Дримор. С этим посохом. С этим посохом, друзья. Отлично зайдет артефакт. Звезда. Азоры, друзья. Обязательно вы получите. У меня есть отдельное видео за это. Зайдите, посмотрите. Ссылочка внизу. Таким образом, вы можете как вором играть. Прокачивать скрытность. Как воином. Качая себя. А эти Дриморы просто будут вас защищать. Два Дримора на 14-15 уровнях. Это невероятно имбово, друзья. Просто невероятно. Слушайте. А если выпить еще зелье колдуна? А? Это еще увеличит эффект? Если кто знает, напишите, друзья. Вау. Просто вау. Ладненько, друзья. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Счастья вам и добра.